Есть важный момент, мы говорили о проблемных округах, но есть еще проблемная территория. 12 кресел в новом парламенте так и останутся пустыми. Это депутаты, которых обычно избирали в Крыму. В РК и Севастополе почти 2 миллиона избирателей, но в этот раз большинство жителей Крыма не принимали участие в парламентских выборах. Почему? Спросим прямо сейчас нашего корреспондента Юлию Крючкову. Есть возможность ее услышать? Юлия, добрый вечер, спасибо, что дождались. Да, Дима, большинство жителей Крыма не приняли участие в парламентских выборах. Одни, потому что уже не считают себя гражданами Украины, другие, потому что боятся. С некоторых пор политическая активность на полуострове может стоить свободы. Обыски и задержания проукраински настроенных крымчан уже на полуострове не редкость. Мы спросили жителей городов, а что они думают о выборах в Верховную Раду. То, что сегодня выборы в Крыму знают практически все. Да, боже упаси, нам и тут хорошо. Это нужно выделить время, поехать туда, там остаться, проголосовать. Это вообще на другой, считай, материк, поехать и проголосовать. А смысл мне туда ехать? Ну, я вообще за территорию Крыма ни разу не выезжал. Во-первых, чтобы ехать, что там надо, и деньги на дорогу, и то, и все. Ну, интереса нет. Еще раз. Сейчас же данных о проголосовавших нет. Издание Межлиса опечатано. Вот что говорят активисты. Я сам не поеду, потому что я знаю. Тогда я сто процентов меня сюда не запустил. Разве здесь соблюдаются все законы? Разве не срывают украинские флаги? Может быть, это абсолютно да.